Сегодня состоялось очередное 51-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели 18 вопросов. Заседание прошло под председательством спикера Народного собрания Республики Александра Иванова. Какие изменения внесены в закон Карачаева-Черкесии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на территории региона, и об установлении новой памятной даты Дня ветеранов боевых действий? Об этом и другом расскажет Альбина Ламкова. В парламенте Карачаева-Черкесии принят ряд законодательных проектов и одобрены изменения в бюджет Республики на текущий год. Они связаны с увеличением налоговых и неналоговых поступлений. Для детей-сирот на федеральном уровне ввели сертификаты на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения потечного кредита. В связи с этим парламентарии обсудили внесение этого права и в закон нашей Республики. Данный закон позволяет молодым семьям, которые представляют дети-сироты, достигшим именно 23 лет, плюс это дает возможность использовать еще материнский капитал, потому что к 23 уже дети имеют детей и имеют возможность использовать. До этого такая возможность исключалась. Еще одобрен проект закона Карачаева-Черкесии об установлении в Республике Дня ветеранов боевых действий. Он будет праздноваться официально 1 июля на территории Карачаева-Черкесской Республики. И хочу поблагодарить всех ребят, кто сейчас исполняет свой долг по защите интересов. Возвращайтесь живыми, здоровыми к своим семьям. Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий в Республике. Признание их заслуг перед обществом повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков. Одобрили на заседании постановление об учреждении молодежного парламента при Народном собрании Республики. Кто может войти в состав молодежного парламента? Это лица, достигшие 18-летнего возраста и не старше 35 лет. За счет кого будет формироваться? Будут представители от политических партий по одному человеку, от Народного собрания по одному человеку, от депутатов районных советов будут представлены в молодежном парламенте, и от высших учебных заведений по одному представителю. Создание молодежного парламента связано с необходимостью повышения активности молодежи в общественно-политической жизни региона, развитие молодежного парламентаризма и содействие законодательной деятельности в области защиты прав и законных интересов. Альбина Ланкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.